всем привет очень рад вас снова видеть хотя и так не прямо глаза в глаза но и тем не менее хочу поблагодарить тех кто поддерживает этот канал а те кто не поддерживает могут поддержать под каждым роликом написано как это сделать очень просто и легко главное быстро современной технологии позволяют это делать без напряжения про рок-музыку мы говорим и не только про рок-музыку про джаз да про много чего еще всякого разного вообще про хорошую музыку хорошей музыки так много сейчас не то чтобы так много и и всегда было много но сейчас она так доступна что кажется будто бы ее очень-очень много ну доступность это с одной стороны хорошо с другой стороны тоже хорошо потому что чем больше ты знаешь тем умнее становишься многие знания многие скорби как известно не мне не надо бояться многих скорбей знание всегда хорошо но на фоне того что музыки много есть вещи которые забыть невозможно но если вы любите музыку под условным названием рок то без группы the beatles не обойтись никогда потому что группа the beatles ну что я буду рассказывать что такое группа the beatles группа the beatles это основа основ это вообще это формула всей современной музыки это любой вам скажет музыкант играющий рок-музыку любой если он вменяемый если не вменяемый то не скажет но предпочитайте иметь дело с вменяемыми все-таки людьми поэтому the beatles 1965 год rubber soul резиновая душа пластиковая душа как угодно можно перевести эта пластинка она я ее ем я и питаюсь на самом деле если до этого альбома до 65-го года все пластинки beatles для меня были таким чистым светом я их воспринимал именно как свет я впитывал этот свет душой сердцем мозгом кожей то все что после раба соул включительно начиная с раба соул и дальше я уже как свет не воспринимаю с меня как какую-то пищу материальную то есть вместо духовного насыщения пошло насыщение плотское 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 да питаюсь плоти то есть когда я слушаю эту музыку я я просто ее вот на физическом уровне и нехорошее слово не красиво перевариваю вот просто вот она так как какой-то материальный объект очень вкусный для меня и мне кажется действительно так потому что до этого альбома до 65-го года beatles это действительно были чистый солнечный свет какая-то божественная искра такой поток чистого искусства которого в общем-то не было до появления этой группы но не было можно назвать там несколько сотен коллективов которые играли в похожем ключе но такого чистого солнечного света не было ни у кого а это именно поэтому именно первые альбомы beatles они стали классикой и если бы их не было то я не знаю как воспринимались бы пластинки начиная с робосол и дальше заряд был взрыв произошел раньше начиная с плиз-плизми и дальше там вы до beatles и дальше дальше вплоть до help это был действительно солнечный соль взрыв на солнце солнечная вспышка такая да вот а здесь beatles из таких посланников света я говорю как какой-то такой уже не нормальный битломан коем я не являюсь кстати говоря я спокойно ну как спокойно с восторгом но не схожу с ума когда слушаю музыку beatles и говорю о ней но тем не менее из посланников света из такой чистый чистый незамутненной красоты они превратились они спустились на землю здесь музыка стала земной она осталась невероятно красивый невероятно сложный и искренний одновременно но она стала земной и beatles из солнечных вот этих вот лучей превратились просто в рок-группу они стали просто рок-группой наконец-то скажут многие наверное рок-группой номер один подчеркну у них лучше всех получалось просто то что они делали вот эта музыка под условным названием рок она получалась лучше всех то есть это рок-группа номер один а вот эта искра солнечная она погасла ее нет но вместо нее появилось много 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 чего другого много хорошего появилось мастерство появилось умение появились аранжировки достаточно сложные и по тем временам и сейчас есть вещи которые здесь даже на этом альбоме есть вещи которые играть с одной стороны сплошное удовольствие с другой стороны не очень то просто накрутили тут в общем достаточно этот альбом можно в том числе назвать бенефисом бас-гитары потому что то что здесь играется на вас гитаре это ума лишится я думаю что ни один современный продюсер не принял бы такую работу такую партию бас-гитары сказал бы что так на вас гитаре вообще не играют на вас гитаре парень играют по-другому да я тебе покажу бум-бум-бум-бум давай сильную долю с барабанами вот попадаешь давай давай вот так вот так вот и игра ну как в bad company например 70-е годы да вот так так и шпарь ну и слэпа добавь еще там кое-где вот когда там в сторону фанка а так как здесь играет бас-гитара вот эти мелодические ходы там условно говоря медленной песни норвейджин вуд в которой размер 1 такой да а бас-гитара играет рок-н-ролльные ходы какие-то сзади причем не повторяющиеся все время разные все время по все время все время все меняется и какой-то такой вот свой бит там внутри сидит в бас-гитаре но звучит это все великолепно и там что вот это вот и и игра с барабанами игра в бочку 5 10 то что говорят обычно бас-гитаристом здесь бас-гитара вешает по по песням вообще какие-то гитарные партии но очень здорово все по маккарт не играет на бас-гитаре в основном но здесь насколько я понимаю вообще все играют на всем тут маккарт не играет и не только на бас-гитаре и на гитаре и на соло-гитаре он играет и на фортепиано он играет леннон тоже играет по-разному и соло и ритм и акустическую гитару харрисон вообще аранжирует половину вещей в частности drag my car его создание очень интересное такое но это не его создание эта песня все-таки не его авторство но аранжировка будьте нате накрученная и вот это вот адская партия бас-гитары здесь присутствует чисто чисто гитарная на самом деле и начало в пепе первые фразы гитарные критики говорят что они напоминают песню утиса рейдинга одну я согласен что в принципе здесь от соул очень много в этой песне но задел такой в стиле чака бэри на самом деле такой недоразвитый чак бэри видоизмененный чак бэри начало начало этой штуки с раз со сдвигом размера там немножко так такое немножко заморочено но очень интересно и главное уже уже привычно же мы к этому все привыкли мы это воспринимаем все естественно на самом деле это так еще додуматься нужно такую штуку сыграть спета здесь на альбоме просто не знаю учебник для для группы queen в принципе вот эта пластинка потому что здесь ну то что drive my car вся с двухголосия как начинается так и заканчивается на два голоса что там дальше происходит на роджин вуд какие там распевки какие там бэк-вокалы изумительные это просто вот да группа queen там тэн-си-си вот все все это слушали как это сделано чудесно как это замечательно вот ювант 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 цимми песню маккартни то же самое маккартни поет бэки на первом куплете поет унисон на втором куплете уже интервальчик пошел на третьем куплете интервале интервальчик плюс ла-ла-ла уже отдельные и дальше уже просто какие-то как какие-то оперные запевы распевы начинается но все это тихо на заднем плане поэтому внимание вроде бы на это не обращаешь на это все это штука вся работает замечательно новый мэн прекрасная соло гитарная бриллиант такой вот джорджи харрисона очень характерный очень интересный sing for yourself песня харрисона на удивление одна наверное самая тяжелая на всей этой пластинке харрисон дал тут урока неожиданно она по структуре тяжелая она просто по-другому сыграть и такой хард-рок какой-то уже получается хотя кажется что нет да слушаешь родину битлз и битлз до такой харрисон и харрисон она просто она так в отличие от всех остальных песен лена маккартни летящих таких она такая приземленная и пол маккартни играет на бас-гитаре с фузом здесь еще причем играет помимо обычной бас-гитары играет еще вот такую какую-то странную солирующую партию через всю песню загадочная задумка которая которая сработала это сумка все в the world выматывающая какая-то с одной стороны выматывающая мелодия с другой стороны опять-таки летящая парящая но накручено очень много всего в голосах в аранжировке раньше так битлз не играли тут столь столько на придумано всего что мама дорогая мишель старая песня по моему чуть ли не в пятьдесят девятом году она была написана ну разработана и осовременена what goes on ringo star блеснул в качестве композитора в качестве автора и мне очень эта штука нравится просто не скажу что гениально но простенькая со вкусом прогел мы все все знаем эта песня которая свернула головы огромного количества советских людей потому что она была записана на пластинке мелодии и ритма зарубежной эстрады что такое не помню как называлась эта пластинка среди разных разных песен зарубежной эстрады было и песню girl но многие об этом знают я про это уже говорил несколько раз и масса народу познакомилась с музыкой битлз через песню girl советском союзе и она стала таким как бы знаковым брендом группы битлз а песня при всей своей простоте достаточно сложная и опять-таки сколько там на пета бэк вокалов во второй части какая там красота в вокале ну собственно говоря и и в мелодии и в гармонии когда там меняется ритмическая основа тоже так все непросто все непросто но все гениально амутин трюю здравствуйте пол маккартни узнаваемо и так и будет дальше у пола маккартни на всех его уже потом сольных альбомах прямо его фирменная мелодика in my life wait in my life очень красивая штука ленноновская проникновенная и здесь уже слышно слышно то что будет и и на его сольниках вот эти две песни подряд идущие on looking through you in my life это такой расход расход и понятно в какую сторону пойдет маккартни в какую сторону пойдет леннон очень понятно но в в my life известная история записанная фортепьяно на пониженной скорости потом убыстренная и такой стал стал такой клавесинообразный звук но не клавесинообразный но в общем похожий вот интересная вещь if i need someone харрисона чем она интересна она я бы не сказал что она замечательная какая-то прямо вот такая хорошая раз хорошая но там такая сложная голосовая мелодия которая поется опять-таки двухголосим и с подключением харрисона трехголосим получается и она настолько трудно в исполнении на самом деле попробуйте и повторить точно четко и попробуйте еще спеть в интервальчик и вот это вот изломанную такую против ритма сдвинутую по то есть ритм идет да она немножко сдвинута так эта мелодия и она сама по себе сложная она нелогичная очень и огромные трудозатраты в исполнении а качество песни оно такое не стреляйте в меня любители харрисона но но она такая песня песня такая я бы не сказал что это прямо вот какой-то шедевр но такая сложная но справились справились и очень хорошо справились ну а run for a life это уже просто леноновский оттяг хороший здоровый бодрый и из раннего битлз такой пришедший в общем пластинка очень классная можно назвать ее даже вершиной пиком творчества битлз потому что джон леннон еще не пошел вроде бы радикальные свои направления пол маккартни еще не захватил сладкоголосом своим пением всю музыку битлз и не превратил ее в какую-то такую уже напоминающую эстрадную какую-то такую историю все еще вместе все еще одно целое все еще пока что битлз пока что еще все все хорошо шикарный альбом вот такой пошел пить пока